Это интервью было бы невозможно без наших партнёров. Отзывом ratingruneta.ru, ссылка в описании. Или работать в найме в позиции топ-менеджера очень большого, где денег даже больше, чем в бизнесе. Есть люди, которые умеют совмещать найм и бизнес, и мы сегодня поговорим об этом. Стас, пожалуйста, привет ещё раз. Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, какие у тебя сейчас есть параллельно бизнесы и бизнес или это? Ну, бизнесом я это не считаю. Это хобби. А если говорить об основной работе, любимой работе, я директор по развитию компании Professional Solutions. Это умниканальный фулфилмент оператор, который помогает строить всю историю веком молодым и не очень брендом. Professional Solutions состоит новая компания на рынке около года. До этого вся команда, которая сейчас работает, это сотрудники ESLUS, компания Отто Групп. До определенного момента мы осуществляли весь фулфилмент для таких интернет-магазинов, как Zara, Incanto, Tamari, Sraima, Iconic и так далее. После февраля компания перешла под крыло группы компании Простор и продолжает заниматься тем же самым своим любимым делом, помогать брендам выходить и продавать в интернете. Хобби или бизнесы в нашей теме это какие у тебя? Хобби это франчайзинг. Порядка пяти франшиз, открытых в разных городах России, около семи магазинов есть сейчас. Маленькое хобби, которое начиналось как образовательный проект. Давай начнем с того, в какой момент тебе, в принципе, пришло понимание, что ты хочешь заниматься своим бизнесом. Чего тебе не хватало? Ты работал в найме на какой-то топовой позиции? Ну, это, наверное, почему к этому пришел, но если так коротко, то никаким бизнесом я заниматься не хотел. До сих пор не считаю это бизнесом, это действительно хобби. А изначально это был образовательный проект. Я молодой зеленый оказавшись в компании Интерспорт, который должен был заниматься развитием франчайзинговой сети в европейской части России. И вот этот, я даже не помню, сколько мне лет было, это 25-26, мне надо было общаться с очень богатыми людьми регионов и уговаривать, и вкладывать там десятки, сотни миллионов рублей в открытие магазина. И меня как-то изнутри все время коробило, ну, во-первых, что я знаю об этих деньгах, а что я, во-первых, знаю по открытию магазина, да, чем там в компании инструкции какие-то надавали, какие-то тренинги провели, и давай вперед, рассказывай вот этим людям, как они должны строить свой бизнес. И мне этот проект, вот действительно, он был интересен. Это было безумно новое слово, безумно интересная компания. То есть на тот момент Интерспорт, это около 6 тысяч магазинов по всему миру было. И тут он приходит в Россию, и там я оказываюсь. И вот это вот года три у меня где-то крутилось в голове, ну, блин, зачем вы меня слушаете? Ну, это же просто вот наемный менеджер, который приезжает и рассказывает, как вам нужно открыть магазин, как вы будете торговать, что вы будете делать. Прошло какое-то время, я оказался в компании «Конька», заниматься также франчайзингом, развивать. И в этот момент, как раз прекрасное сечение обстоятельств, я решил вложить деньги в обучение. Но обучение – это были не курсы, это были не всевозможные там семинары и так далее, и так далее. Это как раз была площадка, которую надо было взять в аренду, которой надо было выбрать франшизу и экспериментировать, учиться на своих ошибках. И именно так я оказался в этом бизнесе хобби. 99,9% стартов бизнесов – это какое-то стечение обстоятельств у людей. Не у каждого есть смелость взять эту возможность, потому что начинается какое-то давление риск. Я себя тоже вспоминаю, на самом деле начать очень страшно. Работая в какой-то компании и открывать свою компанию – это вызов, конечно. Или ты все успел? Ну, на самом-то деле, мне никогда не было… Не было хобби. Не было идеи увольняться с найма и заниматься своим бизнесом. А это первое. А второе, наверное, вот этот свой бизнес, я считаю, наверное, как ребенок. И ведь когда у нас рождается ребенок, мы же не увольняемся с работы, да, занимаемся ребенком после работы. Как-то мне удавалось совмещать, больше всего, конечно, пострадало, наверное, мое свободное время. В определенный момент, когда у меня действительно появился ребенок, вот тут стало чуть-чуть сложновато. И вот тогда действительно хотелось просто, ну, как бы, ну, работа рать святое. Мне это интересно, это безумно. Как раз эпоха интернета началась, да, я из франчайзинга перебрался в интернет-торговлю. Это меня заманило и просто погрузило полностью. И хотелось, как бы, ну, хобби надо как-то от него потихонечку отстраняться. Потому что, на самом деле, когда появился действительно реальный ребенок, у меня пострадал спорт. Я просто, ну, на него перестало хватать времени. Но тут пошли килограммы, 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 и вот, соответственно, вся нагрузка и, как бы, упала на вес. На позвоночнику. На вес, да. И вот в тот момент, да, была идея, что, ну, надо заканчивать с этой историей. Но это были ежесекундные такие мысли, потому что, как только на тот момент уже было порядка 15 человек в моем хобби, наемных, рабочих, и вот тут какая-то пришла ответственность, что, наверное, все-таки нельзя это просто так бросать, искать... Но ты как раз в этот момент думал, что если выбирать и бросать, то условно бизнес, а не работу в найме. Да. Почему? Ну, потому что изначально к этому относился действительно как к образованию, как к каким-то там курсам, когда ты вроде все достиг и все прекрасно. Ну, а если не секрет, то с точки зрения дохода это были соразмерные суммы или все-таки... Тогда открою. Почему я не считаю этим бизнесом? Потому что, по большому счету, никаких дивидендов я с него не имел. По уставам компании все дивиденды отправляются на развитие. Предприниматель, он что не может купить, он за это своим временем расплачивается. Если ты свое время отдаешь в найм, ну, как бы тебе надо там заниматься, потому что найм дает тебе какие-то возможности, двери, там, социальный лифт, связи и знания, потому что не все бизнесы, кстати, это дают. Расскажи, пожалуйста, Стас, о своем последнем бизнес-проекте. Вот, мне, кстати, кажется, он, да, узнаваем, интересен. Проект, это компания BLCV. Очень, я даже могу сказать, уникальный продукт на рынке. Но история началась действительно комично. Меня пригласили на собеседование. Мы пообщались, пообщались, пообщались. Я указал на определенные точки и пришел к выводу, что я буду гораздо полезен компании со стороны моей текущей работы в полфилмент-операторе. И помочь построить тот E-ком, который там, ну, действительно бренд достоин, я окажу содействие на другой стороне. Вышел я с этого собеседования, я даже не помню, чем мы закончились, на какой ноте. Я сорвусь в машину и промлетнула мысль. А почему бы еще один франчайзинг-проект не сделать для BLCV? Компания Даля. Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все омниканальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лоярности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. ImShop.io Возможность, она приходит. Возможность, она приходит. Но вот человек либо сфокусирован на том, чтобы эту возможность увидеть, да, и взять. Мне понравился последний, как раз недавно пример. В одном подкасте я посмотрел у хорошего человека. Там звучало так вопрос, типа, сколько красных машин ты сегодня видел? Можешь сказать? И человек говорит, ну типа, не знаю, сколько машин. А он говорит, а если бы тебе тысячу рублей за каждую красную машину давал бы, то ты бы все видел красные машины. Здесь то же самое. То есть, возможность приходит, но ее надо быть сфокусированным видеть. У тебя, видать, получается. Ну, я в тот момент все равно думал о том, как развивать действительно франчайзинг и заключить договор между своей компанией и Билл Севи с точки зрения построения Екома. Это абсолютно параллельная мысль, которая пришла, наверное, после окончания рабочего дня, назовем это так. Я перезвонил Екатерине, это коммерческий директор бренда Билл Севи, с которым мы только что общались. Я говорю, Кать, так и так, у вас есть франчайзинг? Понятно, что, наверное, этого вопроса она от меня не ожидала, человек, который вышел только что в собеседование с ней. Она говорит, нету. Я говорю, давай сделаем историю, очень классную. Я говорю, мы полностью подготовим весь комплект документов, концессии, комиссии, все условия, проработаем вот и до, все отчеты интеграции, выберем торговый центр и откроем первый магазин франчайзинга Билл Севи. Я не знаю, как долго там была в замешательстве, Катя, и что вообще происходит. После того, когда второй раз я оказался в офисе, мы уже конкретно разговаривали про франчайзинг, вновь возрожденное слово франчайзинг, которое в свое время бурлило лет 20-30 лет назад, когда я оказался в Интерспорте, все бренды по нему развивались, а в итоге потом забыли. И сейчас как бы вот эти все наши новые молодые бренды фэшн, они идут по этому пути. Ну, ребята действительно поверили, мы подготовили действительно всю вот концепцию франчайзинга, все презентовали, включая там, где будет, в каком торговом центре, в каком городе, площадка, все-все от и до. Сразу были оговорены условия, что, ребята, это ваш магазин, мы занимаемся только управлением, и все, товар, цены, то-то-то, то-то. То есть, понятно, что, возможно, где-то в жизни это не так. Бренд, по большому счету, ему тяжело управлять франчайзингами и магазинами. Если ты ошибся с партнером, то это катастрофа, вплоть от задолженности, всякие возможные там товары. Лучшие от и до доверятся партнеру, вот ребята доверились. И спустя, наверное, три месяца мы открыли первый магазин в Ижевске. От компании БиллСеви, наверное, прилетело больше сотрудников на открытие этого магазина, чем было с нашей стороны. Магазин, я считаю, сейчас флагманом сети. Вот такая история с момента, когда тебя зовут на работу, когда тебе хотели платить деньги, а в итоге ты приносишь дополнительную точку для компании. Но деньги не получаешь, как мы поняли. Смотрите, мы через месяц-два обязаны открыть в Санкт-Петербурге, в торговом центре галереи, договора подписаны. Мы зашли на демонтаж предыдущего оборудования. И через два месяца мы должны открыть новый флагман БиллСеви. Это очень крутой проект, это безумно дорогостоящий проект. Люди, которые понимают, что такое договор аренды с торговым центром, там авиапарк, европейские галереи. С всевозможными депозитами, авансами, без права выхода во всевозможной валюте и тому подобное. Это проект, который действительно бомба. Притом нам удалось одно из лучших мест в торговом центре взять. И на этом не заканчивается. Уже сейчас, если говорить, подписан договор с новым торговым центром, который открывается в Петербурге в 2025 году. Это ЦГолливуд. Мое мнение будет один из лучших торговых центров вообще в стране. Потому что концепция и по арендаторам просто шикарная. И мы уже сразу наперед, считайте сколько, за полтора года уже оплачены все возможные депозиты, авансы и так далее. То есть вот эти вот на самом деле минимум дивиденды, которые можно снимать в текущей ситуации с бизнеса, они идут, ну надеюсь, наши дети будут рады. То есть ты не планируешь дождаться, я правильно понимаю? Да я и не хочу. Ну вот здесь как раз, я не хочу, скажи, просто у тебя получается есть большая зона, это работа в найме, до сих пор, да. И есть вот это хобби. Но это полноценная работа в найме, большая зона, как все люди работают, вот с утром пришел, вечером ушел. Да, да, я понимаю, просто мне интересно, что ты получаешь, то есть ты не уходишь из найма, то есть что ты там получаешь, не знаю, для развития, для реализации. И что ты получаешь вот в этом, ты называешь, хобби, бизнесе, чего ты не получаешь в найме. На самом-то деле я занимаюсь любимым делом. Я остаюсь в Ecom, я не сфокусирован на одном бренде, я помогаю другим компаниям развиваться и захватывать интернет-рынок в своей сфере фэшн. У меня сумасшедшая компетенция с точки зрения не только Ecom, но и розницы. Потому что я 10 лет был руководителем омниканальной торговли в компании Econica. Что касается вот этой непосредственной омниканальности, она всегда разрушается о франчайзингах. Ну, наверное, может быть, одну-две компании на своем пути я встречал, где они сумели грамотно вписать франчайзинг в свою модель. Потому что у многих франчайзинг – это, ну, нету даже общей системы лояльности. Многие компании даже не знают остатки в этих франчайзингах, магазинах. Хотя это один и тот же магазин для розничных покупателей, что в Питере, что в Москве, что там, я не знаю, в городе Киров, да, там висит одна и та же вывеска. Ну, извините, у них своя система лояльности, остатки они не видят, заказы они сделать не могут, коллег не берут. И вплоть до того, что еще многие франчайзингом магазины еще и сами лезут на маркетплейсы. Ну, как бы для бренда это полнейшая катастрофа. Что мне сейчас это дает, например, в моей работе, основной работе, любимой работе? Я прекрасно понимаю, на какие грабли не стоит наступать новым брендам, когда они, у них сейчас проблема масштабирования. Нужно, во-первых, образовалась ниша, которая просто так в мире, вот, по щелчку не происходит. У тебя ушли все конкуренты, пожалуйста, да. Но эти компании не были к этому готовы. Открытие, там, дополнительного магазина, ну, это же не только инвестиции, там, в строительство, в мебель и так далее. Это еще инвестиции в товар. Тут у тебя начинают сумасшедшие кочегарить маркетплейсы, где тоже нужен товар. Ну, и что делать? Надо, давайте, и мы франчайзинг построим, и интернет построим, а там, как-нибудь, мы, может быть, когда-нибудь придумаем то же самое слово «Умниченл» и все это свяжем. Ну, в моей ситуации я прекрасно понимаю, где не надо делать ошибки. Потому что 5 франшиз позволяет мне понимать, какие ошибки в каких компаниях они делают. Вот, для нового бренда, пожалуйста, я скажу, что, как, откуда и куда. Компания может прислушиваться, может не прислушиваться. До этого, конечно, наверное, многие и так и рассуждали, какой-то мальчик нам рассказывает про франчайзинг, да, там, ничего не понимая, свое время там работы. Но я знаю, действительно, как это работает на практике. А, кстати, у тебя не было, вот ты говоришь, что у тебя очень устойчивая экспертность в рамках коммерции, да, ну, в общем, электронной коммерции. А ты не думал открыть свой бизнес в этом направлении? Почему, вернее, ты до сих пор не открыл бизнес в этом направлении? Были идеи, что касается, ну, если мы открываем там магазины под чужими именами, почему мы, например, не можем там сделать концепцию дизайн-проекта там своего какого-то бренда и начать им заниматься. Но вот тут как раз и есть маленький такой камень-то откновения, я не умею обращаться с продуктом, я не знаю, как его создавать. На моем пути я, наверное, не встретил человека, который придет и скажет, вот, я была швея, или там, я в каком-то там поколении, там, занимаюсь обувью, я все знаю, продуктом займусь я, а ты занимаешься вот этой всей оболочкой. Как создается этот продукт? Я, наверное, не знаю. Я не люблю заниматься тем, по что я не верю, что я не люблю. Это вот опять же бренд BLCV, он же, помимо харизмы своего там руководства, он взял меня продуктом. То есть я был действительно поражен качеством и что-то там, условно, российские бренды аналогов рябно нету, а многие международные там от моего любимого там девайса боссы в джинсах, они уступали. А заняться, купить в Китае, приехать, подвешить бирку и продавать, ну, к сожалению, наверное, это... Здесь у меня компетенции нету, я не знаю, как это делать, и с этим продуктом я точно не готов рисковать теми суммами там на открытие розничных магазинов, и тем более не идти там 500-тысячным человеком на Вайлберис торговать продукт, который я даже сам на себя надеть не могу. Мне вот любопытно, почему ты здесь, это же можно не отказываться заниматься таким же делом, но это будет твой бизнес. Но явно что-то здесь есть какие-то плюсы работы в найме, ну, то есть ты можешь создать такой же прекрасный коллектив, заниматься тем же самым любимым делом, но ты почему-то остаешься в найме, а не создаешь такую же свою компанию. Вот почему? На текущей работе, которую я провожу большую часть своего времени, да, в жизни, я наслаждаюсь, я получаю удовольствие, я вижу результат, это любимое дело, и Яком меня там куда-то уколол 30 лет назад, тогда еще не было, извиняюсь, 10 лет назад, и я действительно радуюсь. Яком на самом деле от розницы отличается тем, что он, каждое твое действие, это ему можно радоваться буквально там, ну, чуть ли не каждый день, да, если говорим про интернет-торговлю. Удачная рассылка, компания, еще что-то, еще что-то там, он там, там, СПО подросло, СПИ упало, там, я не знаю, просто так цифрыки называют какие-то и слова, да, я в этом вашем Якоме вообще не разбираюсь, просто поток слов, там можно радоваться. В рознице, к сожалению, ну, сегодня мы поставили новые, там, 400 тысяч в день наторговали, ну, и что? Ну, как бы, вот, там радоваться можно только, вот, ну, открыл магазин, ну, здорово, да, каждый день открывать магазин не получится, а текущая работа и, там, взаимодействие с нашими партнерами позволяет, ну, испытывать радость каждый день от каких-то, там, совместных, там, наших, там, проектов. А что тебе компетенции больше дает? Найм или собственный бизнес? Собственный бизнес. Прокачивает тебя больше? Да. То есть я, ну, изначально я там и оказался из-за этого, чтобы получить, на самом-то деле, опыт. Да. Потому что, говорю, я помню историю, когда я приезжал в Тулу к двум таким достаточно известным бизнесменам и рассказывал, как им заработать, условно, на магазине. А у людей, ну, этих магазинов было в Туле, там, по-моему, около 50, да, и, ну, и мальчик, который приезжал, там, опять же, может, повторюсь, там, по инструкциям рассказывал, как им там нужно выложить товар, как там пробивать, как общаться. Пока ты это сам не пройдешь, ты не поймешь. К сожалению, вот на, с точки зрения образования в найме, что мне это дало и что меня там восхищает, мне повезло. Я все время был рядом с владельцем бизнеса, которые это все создавали. И, на самом деле, и сейчас я учусь в найме у тех людей, которые уже построили бизнес. Я, на самом деле, тут, ну, не советчик, но единственный совет, который я дам вашим слушателям, зрителям, там, лайкооставлятелям и так далее, это если вам повезло оказаться рядом с человеком, который построил какой-то бизнес, учитесь. Потому что люди за это платят сумасшедшие деньги, не знаю, там, и за ужин, и за семинар, если вам действительно человек, который построил свой бизнес, будет рассказывать, ну, не вам рассказывать, а вы будете просто рядом с ним видеть, как он принимал решения какие-то текущие, как он действует, как это. Вот там действительно золотая жила. Я понимал, что владелец компании, у которого 150 магазинов, да он в некоторых магазинах никогда в жизни не был, но он же как-то ими управляет. То есть, и второе правило, я даже от многих людей это слышал, это вот, и от тебя, кстати, очень часто, я ушел от операционки. Я ушел от операционки. Так вот, я ушел от операционки, даже туда не вступая, на самом-то деле. Да, на каком-то первоначальном пути мне были интересны процессы, как сдается в транспортной компании грузы, как ставится эквариен, как это ориенты. Ну, на первом этапе я ездил раз, наверное, или два. Ну, чуть-чуть вступил. Чуть-чуть не было, даже с точки зрения, как это происходило, мне было интересно. Ну, это образовательный процесс. То есть, ты сразу команду какую-то набрал? Конечно, сразу была команда. Вот ты сейчас сказал важный момент. Сразу какая-то команда, которая помогает делать хобби, но на самом деле, да, это полноценный бизнес. Как накопить вот эту энергию в найме для того, чтобы сделать рывок в бизнес? Потому что, ну, там вначале ты тратишь, а не зарабатываешь. Деньги, откуда деньги? Ну, любой бизнес, да, любое хобби, любое, все, что угодно, это нужно, нужно хоть что-то с чего-то начать. Не можешь, да, там, с одного оклада сказать, вот я сейчас построю, там, не знаю, там, бизнес на Вайдберсе, куплю три футболки, и у меня как попрет, попрет, попрет. Все равно люди хотя бы копят, там, на 30-40, на 3 тысячи футболок, да, и так далее. Насколько, по-твоему, минимум нужно денег, чтобы... Все зависит от бизнеса, да, я ни в коем случае не рекомендую идти и открывать сразу рывочный магазин. Ну, это, извините, это ты еще ничего не сделала, ты уже заплатил 10 миллионов депозитов торговой центры, да, плюс еще там 10 миллионов там на мебель и так далее, и так далее, еще и на персонал, и так далее. То есть, ну, если человек на это решился, у него, по крайней мере, должен быть какой-то первоначальный капитал. А у тебя, кстати, если не секрет, был личный или ты привлекал? Рождаетесь в богатых семьях. Это все привлеченный был капитал, был какой-то некий, там, мой, там, запас, который состоялся, там, с молодости футбольной, и остальное это было все привлечение инвестиций. Я хочу обратить внимание, люди как-то, допустим, умудряются накопить на первый взнос по ипотеке. Да. При этом иногда, кстати, снимая квартиры в аренду. Согласен. Вот. И если они умудряются накопить, там, те же самые 2-3 миллиона рублей на первый взнос по ипотеке, то это ровно те же деньги, которые можно вложить в бизнес. Почему так получается, там, да? Когда какой-то человек сидит в вот такой дилемме, что вот, я не могу открыть компанию, потому что я вот работаю в найме, а на открытую компанию нужны деньги, ну, на ипотеку ты же накопил. Знаете, азон был убыточным 20 лет, условно говоря, да, и не зарабатывал. То есть, иногда не зарабатывать, это стратегия. Я, когда в бизнес запускал, я первые годы ничего не зарабатывал. Ну, то есть, типа, никаких дивидендов не было вообще близко даже. И не было для них возможности. Как у тебя получилось? Абсолютно такая же история. Первый магазин, ну, там не было никаких планов накопить на второй магазин, там, такой, он как бы был и был. Потом накопили на второй, накопилось на третий, накопилось на четвертый. Все знают, что ты потерять много можешь. Понятно, что ты можешь много потерять. Никто практически не зарабатывает сразу после открытия. Ты там открыл бизнес, вот это твой первый бизнес без капитала, он не капиталоемкий еще какой-то. И ты там уже хорошо, если ты сам себя в зарплату пишешь и будешь себе зарплату платить. Согласен. Но тогда нельзя совмещать с наймом. Тогда нельзя совмещать с наймом. Потому что, если ты зарплату вместо человека получаешь в своей компании, значит, ты вместо него и работу делаешь. А как тогда с наймом совмещать? Получается никак. Зачем вообще людям, работающим в найме, открывать свой бизнес, при том, что реально в ближайшие, не то что месяцев, в ближайшие несколько лет вы, скорее всего, не увеличите свои доходы. Там, да, риски потерять существуют. Все равно люди идут в свой бизнес, но это все равно деньги. Я думаю, ты очень много и часто слышишь, как я устал работать, как я устал работать. Люди думают, все, я сейчас начну свой бизнес и больше работать не буду. Да, вот все, там у меня все будут прекрасно работать и тому подобное. Работать вы будете, спать вы не будете. Именно поэтому лучше сначала совмещать, чтобы понять, что как бы нет. Люди, которые, на самом деле, тоже там, кто попытается совмещать, если вы страдаете микроменеджментом, совмещать ни в коем случае не надо. Потому что вам захочется влезть в каждый процесс, давать советы, как надо, как правильно и тому подобное. А микроменеджмент, ну, я думаю, он сожрет большую часть вашего текущего времени на вашей наемной работе. Вот и открылся скилл номер один, который нужен для совмещения. Вы должны быть пофигистом нормальным. Не, на самом деле, не пофигистом. Здоровый, здоровый пофигизм. То есть до восьми часов это табу. Со всем твоим текущим опытом, который у тебя сейчас есть, как ты считаешь, вот с каких позиций можно стартовать, с каких позиций нельзя стартовать? Мне кажется, очень сильно зависит от сферы. Я, например, никогда в жизни не пойду в ресторанный бизнес или там те же самые там. То есть твоя личная экспертиза? Да. Ногти, не знаю, там. У тебя логичная схема. Отвечал за франшизу, открыл франшизу, окей. Хотя бы надо понимать, чем ты хочешь заняться и владеть какой-то минимальной компетенцией. Что это? Как один из советов, это все-таки финансовая грамотность. Заходя в новый проект, должен понимать там и инвестиции, и срок окупаемости. Владеть всевозможными цифрами. И что будет, если что-то не пойдет. Опять же, если возвращаясь к родичному бизнесу, открыть магазин, не имея там подушки на 2, 3, 4, 5 месяцев, но это самоубийство. Тем более, если заходишь в торговый центр, где нет в договоре даже пункта выхода добровольного. Поэтому тут без подушки просто никак. И без бизнес-модели, бизнес-плана, как ты будешь действовать. Ну, это просто самоубийство. А где взять вот эти предпринимательские компетенции людям в найме? С точки зрения какого-то направления тех же самых кофейниц, человек там был баристой, наверное, он и находясь рядом, назовем это так, с бухгалтерией, с собственниками, компаниями, еще что-то, он должен это знать. То есть, не зная, сколько закупать кофе, какая аренда и, не знаю, рентабельность всего этого проекта, ну, лезть туда это не стоит. То есть, изучи и пойми досконально вот и до. Даже сейчас открывай розничный магазин, пока ты не поймешь, какой трафик хотя бы у твоих конкурентов, у соседей, какая конверсия, средний чек и тому подобное. Пока ты все это не рассчитаешь, даже опытные компании туда не идут. Если взять всех коммерческих, для всех крупных фэшн-брендов, они все с друг другом на связи и когда он куда-то идет, они все друг другу обзвонят, спрашивают, а как у тебя? Мы говорим о том, что нужно эти компетенции взять, их можно взять за углом в соседнем кабинете. Надо просто быть и смотреть за твоими действиями, за твоими решениями рядом и вот здесь вот учиться. Вот это очень крутой поинт, я бы хотел его подрезюмировать. Но у нас как будто бы в целом культурный код такой, что власть нужно ругать, нужно искать… И подсказывать футболистам, как играть. Да, да, подсказывать футболистам, как играть, значит, и надо как бы власть больше критиковать, чем пытаться разбираться, что они делают. Это на все слоях происходит и это как какой-то галлюцинации. Когда люди живут, существует какой-то предприниматель, он какой-то, он может быть очень успешный, не очень успешный. Если, ну, в России, если его бизнес не закрылся, он уже успешный предприниматель, вот, потому что это так устроено. Вместо того, чтобы искать позитивные подоплеки решений, почему человек так поступает, почему он делает такие выборы, несмотря на то, что эти выборы, может быть, не нравятся, ну, людям, кто находится в подчинении, и они считают это там неоптимальными. Но здесь то же самое, когда вот ученики в школе, они не догадываются, что учитель знает, что они списывают. Где лежат подсказки, где лежат шпаргалки. С позиции снизу кажется, что как будто ты все видишь, а начальник, вот, он не видит чего-то. Позиции сверху, на самом деле, видятся гораздо-гораздо больше, и видятся все эти детали, и видятся все эти мелочи. И приходит сотрудник, говорит, ну, ты не понимаешь, а ты все понимаешь, как тот самый учитель, который знает, где у тебя лежат шпаргалки. Но только сотрудник не в состоянии понять, что ты понимаешь гораздо больше. И важность его вопроса личного, индивидуального, она просто чуть-чуть притухает относительно важности всех остальных проблем. И вместо того, чтобы учиться видению мира у руководителя, многие скатываются в критическую позицию и говорят, вот, там у нас какие-то неправильные принимаются решения. А научиться у своего руководителя его видению мира, это невероятная точка роста. Особенно для тех, кто хочет совмещать на работу и бизнес, или в будущем в целом свой бизнес открыть. Особенно очень интересно, когда это где-то в курилках обсуждают решение руководства, как они все сделали неправильно, а я бы сделал по-другому. Ну, я хотел бы посмотреть на этого человека, у которого бы оказалось, не знаю, под риском, ну, хотя бы 100 миллионов оборотов в год, рискни своим решением. Получается, что ты работал в найме и запустил свой бизнес, вот еще тогда давно. А твои руководители, они в курсе были, что ты запускаешь свой бизнес? Нет, это не в курсе было. Наверное, я бы себя сам не очень комфортно чувствовал, там, прийти в компанию, работать в «Лав Репаблика». Как бы ко мне отнеслись, что у меня есть собственный магазин. Слушай, вот я бы хотел, это реально, мне кажется, это просто страннейшая галлюцинация. Давайте, давайте, дополним, страннейшая галлюцинация, скажу так. Так, я когда оказался на стороне сервиса, как у нас там в Якоме принято считать, да, и когда все твои предложения по поводу участия в каких-то конференциях превращаются с нуля рублей в 12 тысяч рублей. Знаешь, какой соблазн каждый раз, когда я регистрируюсь на какую-нибудь конференцию, не платить это 12 тысяч, а указать, потому что в нашей компании сайт, все нормально, там, электронная почта, у нас же обязательно регистрация по рабочей почте. И как же хочется написать, что я там директор по развитию такой-то компании, чтобы у меня был билет в ноль. Ну так, может быть, и надо выйти из тени какую-то одну франшизу, которую уже понятно распаковать. А все твои подходы, тут джинсики намутить, здесь, как бы, проходочку. Блин, я ни разу не воспользовался, вот, как я оказался в сервисе, бесплатным проходом на какую-то конференцию. Ну, я, правда, я здесь где-то не могу тебя понять. Вот, я как-то пытаюсь вот посадить себя, а я не могу этого сделать. Но я представляю себе, я, допустим, вот, какой-то один из акционеров с этих директоров, позицию с этих директоров я могу представить. Значит, я нахожусь в сайте директоров Melon Fashion Group, большой компании. У них классный офис, я был у них в офисе, вообще отличная компания, супер. Значит, и вот приходит человек, работает в найме, который может себе позволить, у него есть трек работы в найме. Он все время работал в найме, не было такого, что он, ну, прекращал, он умеет эту деятельность сделать. Почти все знаю, и в найме там сейчас вам придут штуку расшивать. Я бы, честно говоря, сказал, ты выиграл. Ну, то есть, типа, я вообще не понимаю, какой другой кандидат может победить. Наверное, все-таки от позиции идет. Ты представь, например, историю, когда ты какой-то там менеджер по франчайзингу устраиваешь компанию менеджером по франчайзингу. К руководителю отдела франчайзинга, да, в основном, в подчинении прямое. Твой руководитель на отделе франчайзинга, он, ну, я не встречал нормального, который бы понимал вообще, что такое франчайзинг и как он должен работать. Вот как ему сверху говорят, как у него есть инструкция, так он работает. И тут у тебя приходит сотрудник, который наголову выше вот этого директора по франчайзингу, который знает, как работают все процессы. Зачем ты его возьмешь на работу? Так приходи на позицию директора по франчайзингу. Нет, я же не про себя, я не собираюсь возвращаться в франчайзинг и не люблю франчайзинг. Да, я понимаю, что надо просто тогда сразу менять. У меня вопрос. Если бы кто-то из твоих сотрудников решил открыть свой бизнес, то есть я понимаю, что у меня вот какие-то начинаются такие типа, а будет ли он успевать свои обязанности выполнять, а не будет ли он фокусом туда уходить? Я на самом деле хорошо к этому отношусь. Возможно, он не сможет выполнять свои текущие обязанности, но я вам открою страшную тайну всем сотрудникам. Значит, здесь такие сотрудники, которые чувствуют, что они невероятно важны для компании, в которой они находятся. Они делают огромную работу, это правда так и есть. Но не надо путать это с незаменимостью. Предприниматель всегда хочет от бизнеса устойчивости, а устойчивости ты можешь добиться тогда, когда ты в целом можешь с любым сотрудником расстаться, и у тебя как бы есть план Б на его позицию. Я морально всегда готов к уходу любого человека из компании. Если он скажет, что будет заниматься бизнесом, уйдет. А какая разница, уйдет ли в декрет, уйдет ли в другую компанию или в свой бизнес? Нет, не уйдет. Он скажет, хочу в параллель. Параллель, не надо, ну как по мне лично, не надо заниматься своей текущей деятельностью. Туда ты не будешь успевать, но я готов к этому выходу. Как это в нашем случае может быть? У нас в рекламном агентстве есть юниты, и может прийти сотрудник и сказать, я хочу новый юнит стартовать. Я с удовольствием с ним это обсужу. Я скажу, да, давай стартуем. Я, допустим, это профинансирую. Это юнит в рамках твоей компании. Да, в рамках другой своей, чужой компании. Это уже его отдельная история. Он тогда увольняется из моей компании и идет. Если он хочет совмещать, продолжать работать в моей компании. Ну, у нас здесь в этом плане наш бизнес отличается немножечко от, условно говоря, ритейла традиционного. В нашей компании нет такого понятия, как рабочий график. Я могу вообще и не знать, что кто-то сейчас прямо из моих сотрудников занимается, может быть, какой-то там самозанятостью и своим бизнесом. Я даже могу быть не в курсе. У нас в компании очень простая есть история. У тебя есть закрываемость задачи. То есть, если ты их закрываешь, отлично, ты большой молодец. Если ты их не закрываешь, значит, неважно, ты с чем совмещаешь это все, это уже плохо. Если какому-то моему сотруднику будет удаваться иметь свой собственный бизнес, при этом закрывать вовремя задачи и быть вообще замечательным, я вообще буду скажу, какой молодец. И я всегда готов вступать в какую-то партнерскую коммуникацию. Вдруг я своему собственному сотруднику могу стать там каким-то бизнес-партнером, помочь ему в его компании развить, раскрутить, что-то профинансировать, добавить компетенции. Может быть, это вообще замечательная, отличная история. Стас, а у тебя как если кто-то из твоей команды, бизнес-команды, параллельно захочет свой бизнес открыть? Я просто со Стекой полностью согласен, какая разница, по какой причине он не выполняет свои задачи. У него проблемы в семье, разборки какие-то бытовые, которые его постоянно отвлекают от работы, и результата нет. Либо он энергию и время тратит на свой бизнес. Во-первых, вряд ли, я такого, наверное, не встречал, что кто-то собирается начать бизнес, подошел и при желании, что хочет совмещать, подошел и сказал, я тут как сейчас проектик начну, ну зачем мне это? Ну так, для информации. Ну, вряд ли такое вообще бывает, да, может подойти человек и сказать, я начинаю проект, я увольняюсь. Здесь как бы такое возможно. У меня на самом-то деле такой опыт был, у меня есть, был отличный, например, управляющий магазин, который решил начать там свое производство. Человек просто ушел, мы хорошо попрощались, мы сейчас общаемся, возможно, где-то мы там сойдемся, там, отлично у него образовалась команда, компания как раз в Петербурге. Но по какой причине он ушел из компании, мне это как бы не очень интересует. А вот нет, это хороший вопрос, действительно. А если вот люди хотят параллельно делать ровно как и ты, продолжать у тебя работать и еще что-то делать свое? Опять же, если это не будет не мешать текущим результатам, во-первых, что это за человек и какой вообще бизнес он там будет начинать, наверное, зависит. У меня были такие тексты, что там, не знаю, предположим, техспециалист работает два через два, но я понимаю, что если он вроде как в свои выходные занимается другим проектом, вроде это его время. Но я понимаю, что он может не отдыхать, уставать, то есть получается, что вроде у нас выходные, у него не выходные. И вот у меня есть такое, что типа вроде это его свободное время, но как это будет сказываться на его состоянии, на его энергии? На самом деле мы, наверное, лезем туда, куда нам не нужно, все-таки, если человек уже не на работе, это его личное время. И, во-первых, мы об этом не узнаем, даже если взять того же парикмахерса, который там стрижет на работе, а вечерами едет, и на самом-то деле это ее бизнес, да? Это, как назовем, что это? Ну, самозанятость. Самозанятость, да, еще какая-то, понятно. Скорее всего, здесь был бы такой сложный вопрос, почему же ты этого клиента не сказала прийти в рабочее время, записала бы и последствия? Почему? Потому что больше денег заплатят? Да, но вряд ли этот человек подойдет и скажет, Стек, вот у нас парикмахерская, а я после шести сейчас к клиенту еду домой и буду там человек самозанятого. Клиенту так удобно. Почему не от компании? Вот здесь, наверное, какие-то конфликты будут, но я сомневаюсь, что кто-то приходит и говорит. Но ты в своем опыте не сталкивалась с тем, что тебе кто-то говорил, Стас, все классно, что у тебя свой бизнес, давай-ка сюда побольше внимания верни. Нет, нет, таких у меня как бы никогда не было. А расскажи вот эту сторону, мы как-то поговорили про фокус на бизнес. Расскажи, с какими трудностями ты сталкивался уже в найме, совмещая компанию, работу по найму со своим бизнесом? Получались ли какие-то пересечения, какая нужна самодисциплина для того, чтобы с этим всем справляться и все это починить? Возникали ли какие-то неудобные ситуации? Ну вот опять же, что можешь рассказать без имен, без фамилий? В чем именно трудность в совмещении с наймом? Но со стороны найма, не со стороны бизнеса, что он трудности дает, а со стороны найма. У меня тоже опять же нестандартные слои, потому что изначально было построено, что мне нельзя трогать до 18.00, еще что-то, еще что-то, такие всякие моменты. Самое, на найм это никак на самом-то деле не влияет. Вообще невозможно. Пойти открыть ноутбук и работать своим делом, да ради бога, ну куда мы лезем? Топ-3 риска для карьеры, совмещать наймы бизнес. Не топ-3 риска вообще, а топ-3 риска со стороны карьеры. Ну, во-первых, это, наверное, очень сильно, это самодисциплина, соблазн. Ну, я не буду врать, он всегда есть. У меня в телефоне камеры всех магазинов, и все равно есть соблазн открыть и посмотреть. Ну, как бы... Ну, в рабочее время тебе нужно потратить рабочее время. Они посмотрят, что происходит в магазине БелСВ, да. Вот самодисциплина, самое главное. Не дать себе соблазн залезть туда. У тебя есть свободное время на текущей работе. Блин, а почему мне не оплатить там налоги, счета, поставки и так далее, и так далее. Ну, короче, риск, который ты говоришь, это все-таки в рабочее время, на основной работе заниматься бизнесом. Это не понравится, да, какого фига, да, у тебя есть свободное время. Но оно есть у всех, да, ну... Ну, все равно не понравится. Но все равно не понравится, да. Нет работы, еще работа называется. Я скажу так, у нас в компании в середине дня можно, если ты работаешь удаленно, нормально, что ты лег поспать. Потому что работа, которую ты выполняешь не в ресурсе, она просто делается неэффективно. Сношебки очень велика. И от того, что я заставлю сотрудника, когда вот он в каком-то нездоровом там состоянии, некомфортном, или даже пусть это он после караоке, не в ресурсе делает работу, вместо того, чтобы он отдохнул, я на самом деле просто вред для своей компании наношу. Если он готов сделать эту работу потом, после шести вечера, ну, то есть, да, когда рабочий день уже закончился, но он сделает ее эффективно, то меня это устраивает больше, чем то, что он ее сделает, там, при условии, что дедлайны выполнены. Мы понимаем, что иногда у тебя просто есть дедлайн, да, он должен быть соблюден. Но мне кажется, тоже такой современный менеджмент с возможностью контролировать исполнение задач. В большинстве бизнесов этого просто нет. Все, конечно, тоже зависит от бизнеса. Если у тебя там какая-то там компания по аутсорсингу, бухгалтерии, там, юридических услуг, наверное, там, нотариальная контора, то, когда ты будешь заходить, а там пол-офиса сидит в PlayStation играет, ну, потому что у них должно быть в ресурсе. Ну, вот, представим себе, не, окей, представим себе, что вот здесь в магазине у тебя, да, джинсы ты продаешь, и там какое-то количество времени в магазине действительно нет людей. Ну, то есть, просто нет трафика. Я в свое время сам был студентом, вот в детском мире работал, там какое-то количество времени никого нет в магазине. Почему бы там, ну, что продавцам складывать джинсы, то есть сидеть, они сидят в телефоны, тупят там, да, на самом деле тоже не очень здоровая активность. Почему бы какой-то там не организовать для них там моментик, чтобы они могли там за столиком сидеть, что-то весело делать? Ну, все-таки культура какая-то должна быть, и в розничном магазине покупатель может образоваться за секунду. Самое дорогое, наверное, что в интернете, что в рознице, это трафик, да, и если, например, мы хорошо поставим в магазине, опять же, там, PlayStation, и понимаем, что в этот час никого нет, они могут себе играть, сидеть там в Sims'ов. Ну, в барбершопе играют, условно говоря, да. Там, опять же, другая культура, да, в тату-салоне тоже как-то все по-другому, да, а здесь, когда тебе зайдет покупатель, я по себе просто, я все процессы на себя стараюсь. Я захожу в магазин, и люди играют в PlayStation. Если я зашел в магазин компьютерных игр, круто, они занимаются своей работой. Если я зашел в магазин джинсы, да, и люди занимаются, там, играют в пассиансы, или еще что-то там раскладывают, наверное, мне это как бы не очень понравится. Первый риск совмещать работу и бизнес с точки зрения для карьеры, это риск, грубо говоря, быть пойманным на… Расфокусироваться. Мне тоже кажется, это не быть пойманным, а просто отвлекаться на собственный бизнес. Да, ты можешь очень сильно отвлечься на собственный бизнес, который ты просто какие-то свои дела начнешь откладывать, и это может превратиться в снежную комнату, плюс это будет замечать. Поэтому страдать на самом деле будет работа. Второй риск. Второй риск. Наверное, я с ним даже и сталкивался где-то, но, опять же, дисциплина. Понятно, что, оказавшись в какой-то компании под каким-то там, условно, топ-менеджментом, который там как-то что-то рос, но ты понимаешь, что ты же знаешь гораздо больше, чем он. Ты знаешь, что его ошибочные решения, что так не делают, так не работают в рознице. И вот это, извините, ваше там, чем я могу помочь, но это как бы, ну, чуть-чуть там у каждого свое, да. Но это я так, извиняюсь. Ну, многим это бесит, да, но почему-то все это стандарт. Вот, это вот из ста человек, там, всем надо сказать, чем я могу помочь. И вот здесь вот, наверное, ну, как бы засунуть свое «я» в одно место, и если он твой руководитель, либо ты… А может не засовывать, может, наоборот. Либо очень, ну, грамотно, да. Ну, короче, у тебя может быть конфликт, ты знаешь больше, чем твой начальник. Да, и здесь надо либо найти и сделать какую-то такую классную команду, когда, там, блин, ну, Виктор Николаевич, блин, а может быть вот так вот, да, но ни в коем случае, Виктор, мне кажется, херню несешь какую-то, да я вот знаю без тебя, как это надо делать, не лезь, сиди, я сам разберусь там со всеми этими. Соблазн велик. Соблазн велик, а это просто не представляешь, как я с этим боролся. И вот просто, вот, я не знаю, там, линейный персонал, который вот действительно там набирает, он, ну, очень много ошибок делает. В каком-то городе, в каком-то там магазине он не работает. Вплоть до, например, там, вот я тоже по практике, ассортиментное планирование любого магазина, города, оно различается. У кого-то средний размер, там, а-ля Казань, там, условно, 36-37 размер, там, Москва у нас, женщины, там, у них там уже под 50-й дошел. А человек, который занимается ассортиментно планировать компанией, ну, просто молча, вот эту вот матрицу, в каждый магазин, да, ну, смотришь и, конечно, так нельзя делать. Это я помню, когда я оказался в Найке, бренд-менеджмент по футбольной, по-моему, что-то там, экипировки такое-то, я пришел, и мне говорят, так, бутсы, заказываем от 43-го размера. Ну, я как бы знал, что это такое, вы футболисты в 43-м размером, их от силы 5-10 процентов. Это и, ну, есть специфика, это, ну, 40-41-42. Куда вы бутсы заказываете такие? У нас кроссовки так продаются. Понимаешь? И вот здесь вот у тебя, как раз, такой начальник, который скажет, это, ну, надо понимать, я сейчас больше даже, может, фантазирую, накладывая там какой-то свой опыт, там, еще что-то. Если тебе начальник и говорит, там, условно, закажи ей, вот, футбольную коллекцию 43-го размера, а ты понимаешь, что она, ну, это решение неправильное, то, и ты должен подтолкнуть его очень аккуратно. Ну, а давай, вот, посмотри, есть истории футболиста, у них там то, у них ноги кривые, и так далее, и так далее, давай лучше попробуем начать там с 41-го размера. Вот этот соблазн действительно очень большой. Ну, вот для меня как раз звучит ровно наоборот. Вот это большое преимущество предпринимателя у тебя в команде, потому что он вот много знает, он далеко видит, он сэкономит тебе деньги. Он вообще, кстати, привык думать о деньгах, бизнесе, ну, то есть что… Ну, здесь, наверное, риск в другом. Ты говоришь, как владелец компании. Ну, конечно. Это огромное преимущество, когда такие люди у тебя в компании. Но когда, там, две-три ступеньки ниже появляется человек, которого ты нанял на работу, этот человек хочет перед тобой хорошо выглядеть, то никак не перед своими сотрудниками. И то, что он будет чуть-чуть занижать компетенции, те, которые под ним, и показывать, что он выше, ну, это будет. Никто не придет тебе и скажет, Степ, у нас, вон, у меня пять человек, они такие классные, нахрен я тебе нужен, поставь их на мое место. Мне прям хочется сформулировать здесь какой-то point. Вот то, что мы с вами говорили, что там есть компания, у нее есть сотрудники, руководитель, собственник, и сотрудникам полезно было бы чему-то учиться у руководителя, и мы с вами так с удивлением смотрим, когда они не делают этого. Да, ну, это у кого-то свой собственный выбор. На самом деле, аналогичная история может быть и с тем, что вы работаете топ-менеджером, и вы руководите, так сложилось по позиции, кем-то, у кого есть предпринимательский опыт. И он что-то действительно знает больше вас. Если человек выбирает работать на этой позиции, имея предпринимательский опыт, ну что ж, это его выбор. Ну, то есть мы его не должны, как мне кажется, там осуждать или оценивать почему-то, почему он принимает решение работать вот под вами, он какие-то наверняка ваши компетенции тоже оценивает и уважает. То есть это будет взаимно, если не будет отрезанная история, типа я начальник, ты дурак, а если будет история, слушай, я вот в этом хорошо понимаю, поэтому я твой руководитель в этой компании, но я признаю, что ты в чем-то понимаешь больше, чем я, потому что у тебя есть другой жизненный опыт, и давай мы с тобой вместе коллаборируем, и я тебя услышу, ты меня тоже услышишь, потому что я тоже тебе не просто так что-то говорю, здесь я, допустим, может быть, в джарочи разбираюсь, там работаешь, у тебя бизнес свой собственный коммерческий, а в найме ты работаешь в компании, где очень много государственных отношений, и тебе просто начальник, слушай, ты правильно говоришь, но ты нюансы не учитываешь, они там важны, а я их знаю, то тогда можно и научиться у собственного сотрудника, который там у тебя находится структурно в подчинении, при том, что у него есть там опыт какой-то больший, но это надо другую осознанность топ-менеджеру. Мне, знаешь, очень сильная история нравится, когда владельцы компании никогда не лезут к главному юристу и бухгалтеру. Да, сто процентов. То есть почему-то этим людям мы доверяем, потому что мы там ничего разбираемся, то есть как они скажут, так и будет, но если это касается там, где ты хоть чуть-чуть понимаешь, там начинается поле для творчества. Со временем это проходит, если честно, не знаю ни одного успешного предпринимателя, кто соревнуется со своими сотрудниками в экспертизе. Тезис ровно простой. Если я знаю больше этих людей, зачем они работают, совершенно непонятно. Опять же ты рассуждаешь, что они владельцы бизнеса. Ну а я не могу, а как я могу по-другому рассуждать? Вы же простите меня. Я надеюсь, что на самом деле люди вообще смотрят наш подкаст, чтобы послушать рассуждения там, человек, кто владеет компанией. Второй риск сформулировали, третий риск для карьеры, для найма, когда ты совмещаешь бизнес и найм. Ну это как раз, наверное, вот ключевое. Зачем мне этот найм? Я сейчас как подключусь в свой бизнес, и результаты будут другие, и буду все контролировать, и полностью переходишь в свое дело и начинаешь им заниматься. Тут на самом деле это решение… А почему это риск? Ну объясню. Это риск для какой-то… Для найма. Для карьеры. Для карьеры. Для карьеры. Да, ты можешь по большому счету поставить крест на карьере и уйти в бизнес. Либо наоборот, ты можешь принять решение, что все, больше никакого бизнеса, я займусь карьерой. То есть это по большому риск для человека, который будет это совмещать. Я вот прямо сейчас прямо спрошу, почему ты не принимаешь свое предпринимательское достижение? Ну и при том, у тебя объективный бизнес, потому что у тебя команда, система… Ты открываешь просто в одном из лучших торговых центров России магазин, ну это хобби мое. Наверное, мне такое отношение позволяет действительно не влезть во все это вот… Ты сам себя чуть просто придавливаешь? Наверное, да. Чуть значимость, да, уменьшаешь? Ну, во-первых, значимость, на самом деле, это действительно сегодня какой-то каминалт, назовем это так. До этого действительно как… Подкаст «Теорио психотерапии». Ну, знали, может быть, два-три близких человека, Степан один из них, а никто ни о чем не в курсе, и зачем мне это надо? Ходить, рассказывать, что… Это, видимо, секрет дисциплины, чтобы, знаешь, что… Возможно, на самом деле, вот мое непонимание сейчас, в том числе и для зрителей, это как раз ответ на вопрос. Вот я как человек, я не могу совмещать работу и бизнес, ну просто я не способен этим заниматься, да. Я могу совмещать там бизнес и консалтингу, это очень легко. Вообще многие… А я консалтинг вот, например, не люблю. И найм с консалтингом легко сочетается, и бизнес с консалтингом легко сочетается. Возможно, если вы ищете ответ на вопрос, как действительно долго, много лет, успешно и эффективно совмещать найм и бизнес, быть настоящим топ-менеджером, там, уважаемым на рынке, профессионалом с точки зрения найм и карьеры, и при этом иметь хороших размеров в свою собственную компанию с клевыми достижениями, то, возможно, именно и нужны вот какие-то такие черты характера, которые нам… Ну просто относиться к этому как к хобби, как к игре. Да, скромность. Что-то просто для удовольствия. Если, опять же, вернуться к семье и детям, но ведь никому не звонит, там, жена, муж во время рабочего времени с такими ситуациями, что же делать, там, памперс поменять надо, что же делать, он упал, что же делать, это и тому подобное. Мы все равно говорим, я на работе, и типа, меня не трогать. Вот в моем случае, наверное, вот это хобби, это и есть некая семья вторая, когда, ребят, я на работе, меня не трогайте. Но при этом мы возвращаемся домой, нас встречают, нас любят, ужин и тому подобное, там еще какие-нибудь летели тролливали, да, и все прекрасно. Но мы же все равно ставим эту искусственную грань. Вот, наверное, может быть, я и поставил эту какую-то вот грань, когда я не смешиваю, я не обсуждаю это, мне это не нужно, не интересно. Ну понятно, да, мы семейно не тащим на работу, мы не тащим там в семью какие-то рабочие проблемы, понятная история. Хочу подвести итог. Моя гипотеза в том, что твоя возможность успешно все это совмещать, дисциплина, которая есть, это произрастает все-таки из каких-то свойств личности, которые там у тебя есть, сформированы, как навыки, может быть, спортивное прошлое тебе помогает. И вот ты говоришь о дисциплине, ты во всех трех рисках сказал, что нужна дисциплина, чтобы здесь не было, нужна дисциплина, чтобы здесь не было. Ты говоришь о дисциплине. Какие качества личные надо развивать себе, какие навыки, именно личные качества, да, для того, чтобы получилось все? я не знаю откуда это пошло и почему так вообще происходит но то что я в себе всегда замечал и меня это безумно бесило я не могу сказать я я сделал я добился то есть даже в тех компаниях которые я работал действительно там или мои результаты я всегда горел мы наверно ты где-то прав что это спортивное прошлое жесткими там тренерскими установками ну командный вид спорта я всегда стараюсь понимать что чуть-чуть погрузи пожалуйста зрители мы познакомились до в курсе вот мы сейчас уже говорим о командном спорте а те кто будут смотреть они же не знают буквально пару предложений о своем если тогда давай так спортивным прошлом мне отец известный в прошлом футболист заслуженный мастер спорта и так далее на мне природа вдохнула я попытался стать футболистом вот как-то так заслуженный мастер спорта где-то в 20 лет я получил травму несовместимую со спортом и мне была дорога либо идти в детские тренера по футболу либо пойти вот заниматься франчайзингом в интерспорте моей истории одна игра в первой лиге один гол после этого будто повесили на гость ну короче все детство жесткие футбольные тренировки да значит окей свойство личности это командность и на самом деле не только свойства личности тут же но любой бизнес это команда без команды ты никуда по процентов но есть предприниматель на которые все равно ясно несмотря на команду ну вот наверное вот эти предприниматели без команды и они бы и не смогли ягод вопрос как себя там позиционировать нанести до команда это все на чем стоит этот бизнес это все винтики шурупчики гайки двигателей тормоза и так далее хотя на самом деле главный тормоз от все-таки владелец компании он должен тормозить некий вот у меня кстати интересная штука складывается научиться как раз таки зафиксироваться своей роли своей позиции и не вылезать из нее но то есть когда в другом месте поле что-то сломалось не бежать туда чинить а уметь это разделить хорошо как раз спорт тренирует этот навык и я слышу что это помогает тебе разделить свою позицию там допустим наемного работника и предпринимателя разделить свою реакцию на какие-то потенциальные стрессы там там и тут искать смотрите вот здесь я я командный игрок но я при этом ну как бы за свою зону отвечаю вот вам помогу но если мы пошли уж совсем переходим спортивное обозрение да с новым ростом мне кажется здесь как раскроет на самом-то деле футболе тренер но в любом спорте тренер это детский тренер он учит тренера которые уже в команде мастеров это менеджеры они тебя научить ничему не могут ты уже все знаешь да они могут только выбрать и позицию построить тактику еще что-то еще что-то поэтому я кстати тренер по футболу между прочим доказывать образование да точно поэтому вот если говорим со спортом то очень сильно зависит в чьих руках доказывается условно ребенком когда тебя учит это наверно все-таки те же самые наши первые там ступеньки работы и наемного бизнеса да когда ты всему этому обучаешься уже профессиональный спорт это уже как раз владелец бизнеса который по большому счету учить и тренировать тебя не должен он должен выбирать стратегию и управлять ну куда ты бежишь из обид с какой ноги он тебя уже не научит это было в детстве скажи что-то круто аналоги мне очень понравилось давай продолжим тему свойств личности как это совмещать я просто понимаю что некоторым оно недоступно не все люди умеют себя знать не все люди умеют себя понимать какие мне свойства личности они обладают какие у них из этого личной стратегии вытекают кому быть нами кому быть бизнес и кому можно совмещать и мне кажется сейчас очень отлично сам того не ведая просто ну какой то даешь чек лист смотреть если у вас какие-то свойства личности у вас есть а потенциал совмещать если в с Sono ученицы отсутствуют у вас нет потенциала совмещать но опять же наверное от сферы да там там любая компания но опять же розничная компания любой розничный магазин это командная игра, то есть как бы не идея. Если же мы говорим о агентстве, может быть, который занимается дизайном интерьера, то здесь, наверное, вот другая должна быть личность, которая по-другому вдохновляет, еще что-то. Он не строит работу, он какое-то искусство приносит, поэтому мне кажется, от бизнеса очень многое зависит, какое это направление, и там уж у каждого, наверное, руководителя какого-то сферы, у него своя отличительная черта. Но все равно, что я еще услышала, мне кажется, у тебя есть умение, не знаю, корректно так говорить, доверять или делегировать, что ты, в принципе, у тебя твой бизнес работает. А это, мне кажется, тоже из спорта, то есть ты должен... Да, это не из спорта, это на самом деле, наверное, я взял из как раз работы найма, я терпеть не могу микроменеджмент, я не понимаю, зачем вы мне платите такие сумасшедшие деньги, рассказываете, как работать. Мы берем человека и действительно учим его засовывать бумагу в принтер, ё-моё, но тебе это надо было. И вот это я никогда не хотел переносить тем, чем и занимаюсь. Но если у меня есть человек, который отвечает за продавцов, за их обучение, что мне туда лезть? И вот, наверное, этот микроменеджмент, это вот прям для меня была всегда красная тряпка, которая и переросла в том, что я людям доверяю. Вот я со стороны слышу, слышится так, ты как будто бы сразу понимаешь важные принципы, к которым многие предприниматели приходят через X лет, дело не бизнеса. Когда сидишь на каких-то предпринимательских тусовках, возникают вот эти вот разговоры, как там из операционки выйти, не могу выйти из операционки, и на самом деле... Да, отключи телефон. Я вот тоже, да, операционно своей компанией управляю, и начинаешь давать все те же самые ответы, которые ты сейчас даёшь. И со стороны мне кажется, что как будто бы ты сразу знаешь, ответы, как там выйти из операционки, там, не знаю, там, не проходя, да, вот этот вот большой трек сиденья в ней. Это, кстати, прикольный тренажер. Мне кажется, это крутой тренажер, потому что получается, что у Стаса нет возможности туда зайти, в эту операционку. Он в нами, ему нужно этим заниматься. Мне хочется, вот, я часто привожу следующий пример. Знаете, ещё раз, дерево, оно из семечка вырастает какого-то, и вот это вот семечко распознать, и надо, как говорил Козьмак Прутков, взорит корень, у нашей системы образования, у нашей, которой мы с вами выросли, да, есть один очень значимый баг. Система образования не учат групповой работе. То есть, когда мы учимся в школе, у нас индивидуальные оценки. Мы там получаем индивидуальные домашние задания, и мы индивидуально оцениваемся. В институте аналогично, но на работе мы только группами можем работать. То есть, когда ты работаешь на работе, практически никакой результат значимый для бизнеса не создаётся отдельным одним человеком. Это только командное взаимодействие. Следовательно, если мы говорим там о советском, постсоветском образовании, то ребёнку получить навык группового взаимодействия в школе нельзя, и в институте нельзя, но можно только в спорте, только в командном. Следовательно, если мы говорим о сегодняшних там 30-летних, 40-летних людях, то либо они работали в бизнесе с 20 до 30 лет, где им очень сильно учили навыкам групповой работы, либо они смогли получить это раньше, когда они спортом занимались. Командным. Да, командным спортом, но тоже я вот из волейбола. И я прям вот слышу, что это вот то самое, какое-то семечко и корень, из которого потом вырастает возможность нормально делегировать в бизнесе, разделять зоны ответственности, потому что ты просто как будучи ребёнком этот навык получаешь. А ещё отставить какие-то разговоры и споры, ну надо в раздевалке спор оставить, выйти на поле и делать результат. Да, тоже очень важно. У нас в компаниях иногда личные отношения мешают людям делать результат, потому что они не в состоянии их расщепить. Да, что есть личные отношения, есть дело, которое вы делаете. Мне ещё очень понравилось, что со Стасом мы тут в перерыве общались, что у тебя есть очень крутое спокойное отношение к выполнению и невыполнению планов. Это тоже из команды, что нет того, что кто-то один виноват, ну как бы так произошло, давайте думать, что делать. Отдавайте своих детей в командный спорт, отдавайте своих детей в командный спорт и сами детям не заниматься. На самом деле… Не для профессиональных и коренера, а для общего развития. Здесь это тоже очень такой моментик, когда ваш ребёнок, вы будете понимать, что опять же в спорте вообще ничего не добьётся, вот он туда ходит, ходит, ходит просто для общего развития. А в определённый момент он говорит, пап, а я буду профессиональным хоккеистом. А ты понимаешь, что он не будет никогда в жизни, он по шайбой попасть не может, но он хочет как-то своего ребёнка, просто запретишь ему больше на это тратить время. Он гораздо быстрее узнает, что в жизни не всё бывает, как он хочет. И тоже хороший навык, пусть он узнает об этом. Специально есть соревнования. На самом деле про бизнес мы говорим про новые молодые компании. А предыдущие крупные монстры, которые сейчас на рынке, они же все свою историю начинали с далёких девяносто. И если ты всё в руках не держишь, у тебя нифига и не получится. Женщины, у которых там очень большой крупный бизнес, и там уже там, ну это мама моих друзей, назовём это так, это так и есть стать. Комиторы там по 60-70 лет, и они всё держат в своих руках. Им уже тяжело на работу ходить, но всё они должны, они всё контролировали, где что закупить, куда что продать, какую цену это, но не может она отпустить. Да, это поколенческий бак такой. А новые, наверное, либо учатся на этом и видят, что так построено в других компаниях и пытаются это переложить. А у многих дети пришли и занимаются тем же, чем занималась их мама. Изучайте свои навыки, получается, осознавайте себя, всё возможно совмещать, успешно совмещать карьеру и успешно совмещать собственный бизнес. Надо просто понимать, для вас это или не для вас, получится, не получится, исходя из того, какими софтовыми навыками вы обладаете. Интересно ему всё. У нас подкаст называется «Совет директоров». Но я директор. Мы все директора, да, и ты директор. Какой один совет? Совет директоров, дай совет. Ну, опять же, любого директора делает свита. И директор может быть безумно хреновый, если у него хреновый отдел. Ну, как таковое хреновое, там, не знаю, там, компания, направление и так далее, я про наёмных сейчас говорю. Наверное, основное, если вы взяли человека на работу, доверяйте ему. По крайней мере, прислушивайтесь к тому, что он говорит. И вот это вот категоричное «нет, я сказал, его быть не должно». Это, да, там, можно хотя бы просто там потратить минуты и спросить, а как бы ты сделал? И уже, может быть, вы в диалоге найдёте такое уникальное решение, которое на рынке просто не существует. Вот, ключевое, это, наверное, общаться с командой, со своей, именно понимать, чем они живут и слушать их, действительно, идеи, подсказки. Мне кажется, век живи, век учись, оно как раз на этом и строится. Почему бы не учиться? То есть я иногда, мы платим сумасшедшие деньги за обучение у каких-то там специалистов, которые на самом деле никогда правду-то не скажут, да, они там что-то говорят, а ты там сам потом додумывай. Смотрите наш первый выпуск подкаста с Борисом. Да, я вам сказал, куда идти, там миллион лежит, тут и идите, там найдёте, да. А при этом мы платим за эти деньги и прислушиваемся, вот классно. Но в своей команде, нет, мы слушать не хотим. То есть вот... Нет пророка в своём отечестве. Да, да. То есть вот здесь вот я бы скорее всего... Но это ошибка, он там есть. Это очень крутой совет, я тоже на себя заберу. Хотя вроде он такой простой, но мне очень понравилось про то, что когда она делает цветы, это круто. Мне кажется, даже для своего бизнеса, что если твоя команда, если ты ей доверяешь... Если чуть-чуть отмотать вот назад и вспомнить, как это всё начиналось, я помню в первом магазине, даже во втором, я всем отдавал свой номер телефона даже продавцу, с которым я в жизни никогда не общался. Ну, к сожалению, я там не часто гость там, ну вообще не гость. У него был телефон, и у всех было право, да. Вы можете в любой ситуации просто позвонить, написать, сказать. За 15 лет мне ни одного звонка не раздалось. Почему? А можно их грустно? А прикинь, такой под песню дай, да, вот этот... Дождь. Ну вот, и сидит с нас так смотрит на телефон. Никто не пишет, да, про... Нет, это на самом-то деле не то, что... Ну, как бы, это был некий такой шаг вроде бы, да. Я сам надеялся, что никогда мне не... Не дай бог мне никто не написал, что там управляющий ворует деньги или там ещё что-нибудь. Или Маша дура там, а я лучше, повысить мне зарплату. А я про то, что, да, я дал возможность, но при этом, я говорю, вы меня можете использовать только как вот, ну, проинформировать. Но вопросы вы будете, ну, условно, решать всё равно с управляющим. Она ваша. Мама. Ну, это давно было, ещё что-то. То есть это было некое делегирование на человека, принятие решений. Да, вы мне напишите, мы обсудим, и мы коллективно примем решение. Но... Моё почтение. Это было доверие, просто доверие. Моё почтение. Спасибо тебе большое, Стас. Спасибо, что ты нам пришёл. То есть, что вы всё вырежете, да, и про футбол только оставите. Мы вырежем всё, оставим только про футбол. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока. До свидания.